ну кому там чем надо еще о да ладно о умник это я какого фига тебе надо ты принес деньги а слышу у меня есть одно кокосовое молоко или что-то не нужны электролиты жарковато не так ли впрочем если ты на ты на тот свет торопишься тебя сейчас отправить нет 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 ни меня кое кого другого нет даже не думай даже не думай не одни они подожди это мой кореш ты чё это же мой кирик вода он предал всех кого знал он строил тебя дела с федералами сорвал несколько моих бизнес-проектов от него надо избавиться и знаешь что я бы хотел сказать тут ничего личного на самом деле это даже очень лично но федералы они приказали меня убить тревера а я не могу замочить обоих федералы федералы стив хейнс дэйв нортон этих клоунах я бы даже в свои торговые центры на работу не взял могу сделать один телефонный звонок и все карьере конец ну что будешь слушать человека который мечтает о пенсии 50 кусков б миллиардера которому даже президент позволяет свою жену поиметь или б в словно полный идиот постарайся спасти всех своих наставников в результате как как станешь врагом для всего штата а б или в время пошло и так тобой ответ а знаешь что пошел нахрен отсюда но для гениально приятель просто гениально времени у тебя все меньше и меньше подумай об этом у меня нас на носу триатлон мне нужно тренироваться пока пока иди в жопу отсюда ну вот друзья у нас выбор концовки концовок здесь три убить тревера бить майкла или обоих спасти короче что у нас стив хейнс попросил нас убить тревера да и инвест он приказал нам убить майкла можно и нам нужно выпить того из них нам на нам надо убить но франкли в принципе может сделать по-другому он может просто проигнорировать как и стива так и дэвина давайте порассуждаем немного дорогие друзья убить тревера бить майкл это вообще предать своих друзей майк особенно майкл майкл вообще относился к франклин не знаю как к сыну наверно к своему можно можно с ними объединиться и просто устранить и дэвина и стива и других всяких врагов мне кажется это самые нормальные варианты тем более зачем я буду выполнять дэвина вестона убить майкла дэвин подставил но не подставил дэвин отправил своих солдат убить семью майкла зачем я буду его слушать после такого поступка еще и не заплатил нам за машины убить тревера стив хейнс хочу стив хейнс стив хейнс использовал нас в своих целях потом просто предал тоже нас всех выбираем вариант спасти обоих я вода уверен будет потом бонусное видео где мы посмотрим и вариант убить майкла и убить травы но сегодня мы выбираем спасти обоих франклин да и нужно поговорить у меня одна проблема ты можешь помочь все пошло в жопу у нас всех проблемах ты только можешь нам всем помочь успокойся ладно приезжай ко мне ладно ладно уже еду еще я выбрал этот вариант потому что благодаря gta онлайн где там тоже сюжетка имеется выясняется то что и майкл и франклин живы и майкл и франклин и тревор живы а вот все остальные враги как раз наоборот собственно говоря поэтому то я и выбираю этот вариант он самый нормальный ну что ж я поехал к лестеру встречаемся там чик-чик ух доехали офигенный фургон даже здесь есть это очень круто чем дело братан а как ты думаешь ты только представь себе сценарий которым все накроется более страшный жоп да в голове столько вариантов знаешь я боюсь что ляпну что-то очень интересное ты потом сдуешься и скажешь нет у меня у моего парня такая же татуха как у меня почему тебе просто не сказать один модафаки хочет чтобы я убил майкла другой модафаки хочет чтобы я убил тревора я не могу убить ни того ни того я не знаю просто что делать нифига просто не знаю вижу кто этим модафакер стив хейнс злобный мудак из фрб и дайвин уэстон ну тот старый да да злобный богатый модафакер которых вообще знает из какой норы да ну я бы сказал бы так убей майкла а потом трава это чё серьезно что ли ты в жопе понимаешь я даже не знаю что делать ты все знаешь знаю но мне и правда жаль других вариантов мнения я делаю так как могу не представляю как можно разобраться с собой не знаю черт мы реально в полной жопы каждый из нас по уши в дерьме если только так у стива хейнса большие проблемы и забойни в центре кортс а дэвин уэстон а невероятный козел друг дона первенца который руководит мэри уэзер да более того как мне кажется что уэстон владеть частью мэри уэзер да да именно так 11 процентов совсем неплохо для козла к владеть армии наемников оба наверняка позариться на слитки которые мы только что взяли если я скажу им что вы сейчас литейный мурьера хайкс приплаваете золото то может оба нанесут вам визит и бабам мы возьмем иголыми руками других идей у меня нет ладно я свяжусь майклом и травер ты двигай в литейную приготовься понятно ну чё там да у нас полная жопа брата все в норме ниггер как таком странном сходе поможет лучше чем странный псих как я и я это и хотел услышать короче я сейчас за тобой приеду ладно я жду подберите ламару его дома это далеко не очень далеко доедем короче говоря план лестера был такой эти ребята позариться на слитки фбр фрб точнее мэри уэзер позариться на слитки мы заедем в литейную они под который там переплавляется что-то они подумают что это переправляется наше украденное золото и залезу туда а мы там им засаду устроим прикольно да при че так тормозить вот и он куда мы едем поедем вводить литейный цех слушай если не потянешь можете скачать я пойму давай я слушаю нас небольшая проблема мы будем спасать моих ребят ты реально вписался за парней тогда точно с тобой полевого кто хочет пришить то их хочешь да подряд китайцы и шейки маленькие белый засадь который кинул с тачками дайвин уэстон этот говнюк что же сразу не сказал мы едем ему жопу надрать но мы не будем ничего пока надирать и мы займемся похоже сначала разберемся с теми кого он нам пришлёт но все таки займемся да непременно этот козел получит по заслугам кстати что вовсе не такой уж и засранец хочу чтобы чего то добился так приехали почти вот он литейный цех так там должны быть майкл и тревер может тут постоять и нам намекнуть когда эти жулики приедут да понял звяк вот это винтовка вообще будет в самую тему я бронебойный пистолет тоже на самом деле знаете ли да какого фига я рискую свои шкуры спасая вас вы если вы друг друга стрелять с меня ты не спасешь ты его спасешь нет и спасешь этого жирного козла включите вы наконец-то мозги и помиритесь а иначе я пулями каждого нашпигую вас они тут да очень мутные чуваки они подкрадываются к нам все слышали сейчас или никогда тревор давай стреляй да блин не могу что же мне делать то а так ты пойдешь вон туда ладно мне что делать ты займешь позицию здесь а я пойду туда не тормози о вот вот они козлы все отцепить здание следить за всеми секторами надо ждать так можно вообще выстрелить а сейчас сейчас что что у нет м вот а все на крылья у у у так началось в атаку здесь все закончится в пользу нас или их надеюсь что пользу нас так темно что не видно ничего а ведь тут еще и мэри уэзер а там бочка есть только в бочку давайте выстрелить отлично мы вас дожидались ребята она их всех убить пока они нас не убили не получается кажется они меня заметили они меня окружают мы выберемся воды я иду ребята защитили меня пожалуйста уже иду и виду подожди немного так так секунду а с с с с он блин и на галат а этот выжил оказывается я и тревога отвечает деды блин тревоги я походу мне нужно здесь с ламаром остаться можно него добраться ладно капец их тут много почему у меня снайперская винтовка какого блин в этом литейном цехе так темно что я не вижу никого вообще они походу тревога отвечает деды тревога отвечает тревога а а а а а пол далее еще заранее вот ты где сволочь бессердечно я за тебя беспокоился я за полыхался немного слегка и решил переждать ой и но тут настоящая война просто идет где еще я их не вижу просто он еще жив он еще жив он еще жив он еще жив все чисто да мы идем к выходу ого что за фигня творится такая что что без ними сейчас разберусь а это лет о ее ее я ее я ее я ее готова ой только бы не на нас еще одном еще одна тачка ты блин посмотри о ей куда это они полезно собрались так кажется это все двигаем большой желтой двери ух выдирали кажется все получилось пока ну и что дальше будем дождаться пока нас убьют или что никто никуда не перемнется не волнуйтесь так нам еще долго все это расхлевывать куча старых друзей с которым надо мозги поправить да будет много крови походу нужно просто заткнуть и роют пары болтунов давай посмотрим стив хейнс дэйв но дэйв норт нет он нам нужен живым зачем что потом до нас никто не закапывался а этот мудак из триады которому кажется у вас что у вас 2 роман он точно вернется да верно парень который подставил ламара как его там зовут встреч мы его тоже завалим тревор завалит кого угодно лишь был смотрит жажей крови это называется ставить точки над ай если мы хотим жить не беспокойся надо расставить точки над а и от встречи одни неприятности но тогда нам надо будет разобраться старыми друзьями с дэвилом уэстоном и стивом хейтсом какой бардак а давайте его разбирать позвони лестеру что люди ночь кто это прекратите звонить это я чувак о так все-таки жив а я думал что твоя мобила повал чужие руки не слушай я включил тебя на громкую связь о майк выжил а второй я еще посмотрю как тебя в землю закопают о чего ты хотел просто побазарить еще нет есть работа может дать нам координат кое-каких личностей постараюсь кто вас интересует для начала стив хейнс дэвин уэстон его и чн в и краткое ч и н в и чн в и чн а еще встреча приятеля франкли встреча его настоящее имя гарольд джозеф ну ладно могу вам сообщить что агент хэнь снимает свою шоу на пирсе дель перо разрешение на съемки появилась наверно о чур он мой я сразу хотел закопать его как только увидел ладно ладно о мне сигнал мобильника корольда джозефа он центре отдыха по имени биджей смита им займусь я что нужно чтобы его не видел кто-то знакомый а для меня кто нибудь есть тауч кредит кита очень только что заплатили за бутылку магнитом ладно я спрошу где у него обретается папаши когда я найду мистера у вас на вышлю вам его координаты хорошо убейте мистера чена давайте так закидываем их бомбами они сами по-моему уезжают от нас все китайцы все готовы больше триада нас доставать не будет при больше никому про некому продавать супероружие ну что там дальше нам нужно разобраться со встречами и стилом хейнсом давайте встречи убейте встречи я вроде бы помню как он выглядит убьем его со снайперской винтовки ламар дэвис он такой ублюдок который хочет все традиции испортить вы как два козла окажется эфи их многовато что нет ни встреча неба а нет кто то остался это вроде все твой приятель встреч больше не проблема он мне неприятель он нас всех продал спасибо тебе братан кто у нас дальше я замочу стива хейнса он в этом парке он в этом парке лос-сантос лос-сантос цельс город святых цельс город грешников между нами лишь фрб снято ну и ковнище кто сочиняет эту фигню а так ладно ты правильно кодируешь да ты отлично выглядит а подбородок как подбородок он острый ладно звук чистый скажи что нибудь чак 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 да все отлично так работаем я готов поехали ладно я профессионал поехали ээээ привет я стив хейнс привет я а готовьтесь к нападению не приходите подходите слишком близко отлично о как его там его подстрелили черта ой 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 плохо дело бежим 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 ладно с конецами я разобрался ты дэвиновой сын не нашел да да нашел команда бойцов мэри везер охраняет его дом стон два хилл я говорю дом нет скорее да 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 я нанесу ему визит у него целый дворец хотя и маленький маленький но просто дворец а вот он большой блин дворец вест нереально большой на самом деле не такой уж он и большой неважно сейчас мы посмотрим какими понтами он там оброс дэвина окружают бойцы мэри везер довольно много а у меня не беспокоить если только будут новости из литейной ну и что это боевая тревога а где ходячая тревога сколько он платит этот козел надеюсь вы не продешевели я сам подозрительный тип которого можно встретить где ты балбес мне уже надоело вас всех убивать о сейчас еще появится полина через стекло то нельзя у него стекло бронированное походу наверное даже взрыву директ что за счет притяна в сундуке значит что думал спрятаться от меня там что это выше никаких разговоров теперь ты нам заплатишь за все заперейдись до места встречи мистер вестон у меня давайте вывезем его из города пусть исчезнет встретимся в скалах great chance заповеднике горы чилиад а и а и и и чё сеть тачка у тебя старенькая ты вроде бы богатый эй что происходит где я где я вывозди меня вывозди где вот почему все хотят тебя убить потому что ты не затыкаешься ты весьма неплохой боец разобрался с профессиональными убийцами такие люди мне нужны в твоей компании скоро освободится пост исполнительного директора козел я против тебя ничего не имею если не считать что у тебя отсюда проблемы из-за майкла были в основные проблемы он должен был сдохнуть ты на все рационально смотришь у тебя есть люди полезные и бесполезные те кто бесполезны должны сдохнуть точно я не рациональный мне вообще плевать полезный ты или нет все мне хочется тебя замочить и я это сделаю я серьезно работаю на меня и у тебя все будет о чем ты мечтал я мечтал только об одном понаблюдать как ты теряешь сознание и приходишь в себя когда я буду медленно тебя потрошить да да и на такие грязины люди мне и нужны давай же выпусти меня отсюда слушай мне своя компания тревер филлипс индустрии о коллега бизнесмен давай я куплю долю в твоем деле дам денег на развитие ты стала быть не в курсе но денег у меня до хрена так что ты ровным счетом ничего не сможешь мне предложить это конец дружище мерзкая ты тварь ты сдохнешь я не сдохну а вот ты точно сдохнешь сейчас же остановись мои друзья расстроиться если я продеревлю багажник раньше времени так что заткнись и нет и не зли меня назови свою цену ищи просветление ты козел дурацкий бля ух ехать и так далеко осталось чувак толстяк тебе тоже не нужно о помедитируйте там шарлатан вонючий что ли блин да надо доехать побыстрее успеть до заката мы доехали ну что чувак готов эй выпусти меня заткнись вот и все друг мой сейчас мы с тобой поговорим с глазом на глаз ты в норме все зашибись дружок отлично Франклин? Он сейчас приедет. Франклин? Чё, как? Дело сделано. В лучшем виде, не так ли? Я облажался, чувак. Выбрал третий вариант. Фигов, не так ли? Дэвин, ты понимаешь? Я думал, я не такой уж ушлый бизнесмен, как ты, но думаю, лучше у нас разновидность американского капитализма, который ты практикуешь. Есть два врага. Враг номер один. А у Троуссинг ты нанял частную компанию, чтобы она сделала за тебя грязную работу, а потом не доплатил ей. Так что я подумал, что ты такой большой и крутой, потому что все правила игры не для тебя. Враг номер два. Обшоры. Вывод прибыли в них. Обшоры? О, это просто ужас. Ты же не вздумаешь морочить себе голову, чтобы сэкономить немного денег. Правда, Трэвел? О, конечно, нет. Я ничего не собираюсь. Дэвин, свою точку зрения... Мы ее знаем. Держи свои... Сраные проблемы подальше от Америки. Да? В таком изложении все предельно логично. Разумеется. Дэвин, прощай, старина. Спасибо тебе за совет. Вот дерьмо, а. Ну и что теперь будем делать? Заляжем на дно и будем жить дальше. Как друзья? А что, у меня выборы есть? Ну, честно говоря, нет. Ну, значит... Будем ущербными, ужасными, холодными. Не имеющими ничего общего с друзьями. Прекрасно. Тогда мы сможем вернуться к нашим любимым методам обогащения. Да, не знаю, насколько они будут лучше методов Дэй. Франклин, ты просто лицемер. Величайший доброделенность цивилизации. Боже ты мой. Твой психотерапевт страшный человек. Да, я по-прежнему себя ненавижу. Но, по крайней мере, я могу тебе рассказать об этом. Я ненавижу тебя, я не могу об этом рассказать. Я психотерапевт очень... Слышите, чуваки? Я смотрю на вас, мазафакеров, и меня пугает. Прекрасить возраст. Да, Франклин, бойся, бойся меня, да. Ди, вот что я тебе скажу. Я слишком стар для этой ерунды. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами и прошли игру ГТА 5, наконец-то. За три сезона. Выбрали счастливый конец. Игрушка мне очень понравилась. Вот прям очень сильно понравилась. Это действительно одна из самых крутых игр вообще, которые только существуют. Что ж, дорогие друзья, персонажи тоже мне понравились. Сюжетец такой, очень даже неплохой. Но в ГТА 4 сюжет мне все равно понравился больше. Что ж, дорогие друзья. Скоро выйдет также серия бонусная, где мы посмотрим и на другие концовки. Они оба плохие, но мы все равно на них должны посмотреть. Ну что ж, на этом, друзья, все. С вас лайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы. И на группу ВКонтакте. Досматривайте титры. И всем пока. Досматривайте титры. Досматривайте титры. Досматривайте титры. Досматривайте титры. Досматривайте титры. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...